Представьте ситуацию. Вы с партнёром идёте на важное мероприятие. Вы хотите надеть чёрные туфли, а он хочет, чтобы вы надели коричневые. Как вы здесь договоритесь? Многие верят в обоюдную выгоду или вариант 50-50. Если вы разделяете такую позицию, ответьте мне, что станет обоюдной выгодой в данном случае? Наденете туфли разного цвета? На одну ногу чёрного, на другую коричневого? Но это же смешно, правда? Именно такого мнения придерживается Крис Восс, который не верит в обоюдную выгоду. Крис — автор бестселлера по версии «Нью-Йорк Таймс» — книги «Никаких компромиссов. Веди переговоры так, словно от них зависит твоя жизнь». Крис более 20 лет проработал в ФБР, где вел переговоры по заложникам. Ему приходилось иметь дело с похитителями, грабителями банков и террористами с экстремистскими взглядами. Он обнаружил, что знания, полученные им в качестве переговорщика по заложникам, вполне применимы к самым разным ситуациям в бизнесе и личной жизни. Потому что основы любых переговоров, по сути, всегда одни и те же, и никак не зависят от возраста, пола и расы. Переговоры с террористом основаны на тех же принципах, что и переговоры с деловым партнером. Мы ежедневно ведём переговоры, к примеру, когда пытаемся отправить детей спать пораньше, или когда убеждаем друга пойти в другой ресторан. Вся наша жизнь — переговоры, и Крис говорит, что это не о выборе одного из двух вариантов. Переговоры — это поиск третьего варианта, который сделает счастливой каждую из сторон. Глава первая Все переговоры строятся по универсальному закону. Каждый человек хочет понимания и одобрения. Выслушать человека — вот самый эффективный и при этом недорогой способ достижения этой цели. Внимательно слушая собеседника, вы демонстрируете участие и искреннее стремление понять, что чувствует другая сторона. Звучит легко, но вы даже не представляете, как мало людей способны выслушать другого. Когда один начинает говорить, второй, вместо того, чтобы слушать, думает о том, что скажет сам. И когда первый умолкает, второй просто выдает свою речь, независимо от того, что только что сказал его собеседник. В этот момент другая сторона думает про себя. «Ха, да они ни слова не слышали из того, что я говорил». Уверена, вам знакома ситуация. Во время разговора с кем-то вам кажется, что вы обсуждаете совершенно разные темы. Обычно люди начинают кричать во время переговоров, потому что им кажется, что их не услышали. Все хотят трёх вещей от переговоров. Первое — быть понятым. Второе — уважение. И только в последнюю очередь люди хотят получить от переговоров желаемое. И если вы не в состоянии слушать людей, не ждите успеха в переговорах. Глава вторая. Люди, воспринимающие переговоры как битву аргументов, в итоге слышат только себя и свои доводы, а не собеседника. Но правда в том, что переговоры — это не сражение. Это процесс выяснения. Их цель — выяснить, чего же хочет вторая сторона. Может, это деньги, время, уважение, признание или что-то ещё. Для выявления цели автор советует применять ряд тактик. Первое и самое простое — улыбайтесь. Когда вы кому-то улыбаетесь, вы словно проникаете в сознание человека и переключаете его на позитивную волну. В хорошем настроении мы на 31% умнее. Точно так же, как если мы в дурном настроении, мы становимся на 31% глупее обычного. Второе — это тактика отражения. Суть её проста. Повторяйте последние три и более важных слова, произнесённых вашим собеседником. К примеру, оппонент, «Мои ожидания очень высоки, и я хочу больше денег». Вы, «Хотите больше денег?» Сперва тактика отражения может показаться странной, но если попрактиковаться, эффект от неё станет волшебным. Эта тактика вынуждает оппонентов буквально извергать информацию. Это гораздо полезнее, чем просто спросить, что вы имеете в виду. Когда вы говорите, что вы хотите этим сказать, вы как бы даёте своему оппоненту возможность обдумать сказанное и поправить свои слова. В то же время тактика отражения позволяет беседе идти гладко и вынуждается беседника озвучивать всё больше информации. Отразив сказанное, посидите молча хотя бы 4 секунды и дайте волшебству отражения сработать. Глава третья. Тактическое участие. Тактическое участие — это понимание образа мыслей и чувств собеседника, а также понимание того, что же скрывается за ними. Особое внимание обратите на выявление эмоциональных барьеров, которые стоят на пути достижения соглашения. Каждую выявленную эмоцию следует обозначить. Обозначая, вы просто суммируете всё сказанное вам оппонентом и возвращаете ему. При этой тактике все фразы начинаются с «похоже, что...» звучит как... Например, вы видите, что ваш оппонент с большим воодушевлением рассказывает о своих студентах. Для обозначения этого вам нужно просто сказать «похоже, что вам не безразличны ваши студенты». Затем замолчите и ждите, пока эта чудесная тактика сработает. У этой тактики сразу два важных плюса. Во-первых, она помогает подтвердить, что вы верно поймали эмоциональный настрой другой стороны. А во-вторых, она демонстрирует вашему оппоненту, что вы и правда его понимаете. Это усиливает связь между вами. Вы начинаете нравиться вашему оппоненту? Если вы нравитесь человеку, шансы договориться с ним в шесть раз выше. Сопереживание объединяет разумы людей. Чувство участия, понимание того, что есть нечто, что заставляет вас со мной сотрудничать, позволяет направить энергию вашего разума и моего на совместные поиски варианта решения проблемы. Ещё один приём, связанный с методом сопереживания, называется рассеивание негатива через обозначение. Особенно эффективен этот приём, когда вы точно знаете, что другая сторона на вас зла и испытывает к вам только негативные чувства. Перед тем, как отправиться на переговоры, сядьте и хорошенько подумайте обо всём плохом, что ваш оппонент может сказать вам в ходе этой встречи или переговоров. Определив весь негатив, который у него против вас имеется, обозначьте его. К примеру, предположим, что ваш клиент крайне недоволен тем, что ваша компания просрочила дедлайн и не выполнила свои обязательства в обещанный срок. С учётом этого вы понимаете, что клиент считает вас ненадёжными и не способными сдержать свои же обещания. В самом начале встречи вы можете рассеять этот негатив, просто сказав, вы можете считать, что мы вас подвели, что мы не способны сдержать своё слово и выполнить обещанное точно в срок. Из-за этого вы, может быть, даже подумываете прекратить сотрудничество с нами, и у вас есть все основания так думать. Как только вы это произнесёте, ваш оппонент подумает, «Ха! Да он прям мысли мои прочёл! Он мне даже нравится!» Если не рассеять негатив, ваш оппонент несколько часов будет объяснять вам, насколько плохо вы с ним поступили. Но теперь, когда негатив рассеялся, он скорее сосредоточится на поиске решения вашей общей проблемы, а не на своих жалобах. Негативные эмоции и страх поражения в три раза сильнее влияют на наш мозг, чем позитивные мысли. Поэтому помогите своему оппоненту избавиться от негатива. Это поможет вам обоим достичь лучших результатов. Глава 4. Начните с «нет». Настойчивое желание услышать «да» едва ли приближает вас к победе. Вопреки всеобщему мнению, «нет» является отправной точкой для переговоров, а не их завершением. Говоря «да» чему-то, вы чувствуете себя связанным обязательствами или и вовсе в западне. К примеру, если я подойду и скажу, «Есть пять минут поговорить?» Сказав «да», вы сразу начинаете думать, а сколько на самом деле продлятся эти пять минут? Неужели я застряну с ней на целый час и уйду домой позже? Она что, снова будет продвигать мне свою дурацкую идею? Все это отвлекает вас и мешает сосредоточиться на переговорах. Вам хочется только одного — поскорее сбежать. Для сравнения, если бы я не вынуждала вас говорить «да», а спросила бы «сейчас неподходящий момент, чтобы поговорить пять минут», вероятнее всего, вы бы ответили «нет», вовсе «нет», но дай мне закончить «х», «у» и «з». «Встретимся через пятнадцать минут в моём кабинете». Начав общение с отрицания, вы не чувствуете себя в ловушке, ведь вы ни на что не подписывались. К тому же ответ «нет» даёт вам контроль, ведь это вы предложили встретиться через пятнадцать минут. А чувство контроля над ситуацией помогает быстрее мыслить, помогает сосредоточиться на процессе обсуждения, не отвлекаясь ни на что. Кроме того, сказав «нет», вы сами ответили на два последующих вопроса. Мне не пришлось спрашивать вас о месте встречи. Я без труда получила от вас всё, что хотела. Глава пятая. «Это точно». «Это точно» — одна из самых значимых фраз, которые вы надеетесь услышать в ходе переговоров. Чтобы её услышать, нужно просто повторить слова вашего оппонента. Звучит просто и, вероятно, глупо, но отлично работает. Это как сопереживание со стороны оппонента, но многократно выросшее. Если вы слышите «это точно», можете не сомневаться, соглашение почти у вас в кармане. «Это точно» — так мы говорим, когда чувствуем себя услышанными и верим в то, что оппонент нас действительно понял. Мы также говорим «это точно», когда обсуждаем что-то смешное. Но будьте бдительны. Если вам говорят «вы правы», это означает полный провал. Фразы едва отличаются, но их смысл совершенно противоположен. Когда кто-то говорит вам «вы правы», он почти наверняка пытается от вас отделаться или закончить разговор. Спасибо за просмотр! Хорошего вам дня!